Чтобы проживать трансформации легко, быть гармоничным, счастливым, целостным человеком, нужно осознать, что есть несколько уровней, на которые нужно обратить внимание. Для того, чтобы обрести внутреннюю гармонию, такое духовное успокоение, проживать трансформации легко, нужно осознавать, что в нас есть несколько составляющих, которые должны функционировать как единый слаженный гармоничный механизм. Первое — это уровень тела. Уровень тела — это всегда про нашу коммуникацию с самим собой, со своей телесной составляющей. Очень часто, когда люди находятся в духовном развитии, в личностном развитии, они забывают про тело, не занимаются своим состоянием. Я говорю про состояние физики сейчас. Не занимаются своим здоровьем. И мы уже говорили с вами сегодня о том, что здоровье — это не только физическое благополучие, но ещё это социальное благополучие, это духовное благополучие, то есть это благополучие во всех аспектах жизни человека. И сегодня я хочу обратить внимание на то, что мы начинаем всегда с тела, потому что наша душа приходит в этот мир и проявляется здесь через тело. Также мы с вами проявляемся как личность со своими программами, настройками. Второй уровень — это уровень личности, на который стоит обратить внимание. То есть сделать всё, чтобы на всех уровнях была расслабленность. Я сейчас буду пояснять, про что я говорю, что я имею в виду. И здесь нужно обратить внимание на то, какие программы работают, как они нас блокируют, что создаёт напряжение в нашей жизни. И сегодня помимо уровней тела и личности мы будем работать с уровнем душа. Мы зайдём немножко так в этот уровень, потому что не у всех есть готовность, не у всех я могу проводить на этот слой, потому что многие ещё не готовы к этим изменениям. И нести ответственность за этот слой людей я не хочу как проводник, потому что могут случиться очень серьёзные трансформации в жизни. И сегодня мы будем затрагивать ещё несколько уровней. Просто я проговорю про них, потому что это важно понимать, что когда мы осознаём себя как душу, мы ещё входим в мир энергии через осознавание себя. И уже взаимодействуем как энергоструктура с плотной материей. То есть мы как раз-таки интегрируем тонкую материю через себя как тело, через себя как личность и как душу. Мы уже раскрываем себя как энергоструктуру. Следующий уровень после энергоструктуры, когда мы осознаём, что мы себя представляем как вид энергии, это уровень взаимодействия с материей как раз-таки, с окружающими, с людьми, с плотным миром. И не всегда это взаимодействие выстраивается правильно. Как раз-таки мы уже говорили сегодня также про баланс духовного и материального. И сегодня мы будем делать практику, которая должна гармонизировать два слоя, про которые мы уже поговорили, это тело и личность, чтобы у нас не было напряжения проживать те изменения, которые предлагает нам жизнь для того, чтобы впустить те трансформации и открыть тот потенциал души, который заложен для нас на это воплощение. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова